Даниил Белов вбивает в землю деревянные колышки. Это основа, на которой прикрепят сетку. Организовать безопасную зону для подъема на горку житель областного центра решил, когда увидел, что на спуске может случиться не одна трагедия. За полчаса ватрушками сбили несколько детей, которые поднимались вверх на горку. Пострадала и девятилетняя дочь Даниила. Идея и концепция такая, что разделить зону подъема и зону спуска. Если вы здесь бывали в дни массового катания, то там, где спускаются, там же практически поднимаются. И вот этот хаос вверх-вниз и создает опасность. Даниил рассказал о своей задумке в администрации загородного парка. Там пошли навстречу. Деньги на приобретение сетки выделил депутат. Теперь на горке есть отдельная зона для подъема. Остались небольшие штрихи. Установить табличку «Спуск запрещен» и закрепить снежными валунами низ сетки. Ну вот как раз делаем оболовку снега для полного исключения наезда детей на ватрушках на данное ограждение. Даниил надеется на сознательность катающихся, ведь места для съезда достаточно. А эта зона только для подъема. Но далеко не все родители такие осторожные и думают о безопасности. Есть случаи, когда ватрушки привязывают к машинам и катают на них детей. Это часто приводит к серьезным последствиям. Врачи-травматологи также не рекомендуют запускать с горки несколько ватрушек подряд. Участники такого паровоза могут получить травмы. Такие случаи уже были в практике медиков. Были пациенты тяжелые, оперировали мы переломы бедер и голень именно после катания на ватрушках. Самые частые ошибки, которые делают взрослые чаще всего, это сажают ватрушку, предназначенную для одного ребенка. Несколько детей сразу. Масса увеличивается, скорость спуска увеличивается. И это приводит к довольно серьезным последствиям иногда. Эта горка находится в одном из дворов на улице Лакина. Сюда приходят покататься дети со всего микрорайона. За их безопасность ответственность несут родители. Представители мэрии рекомендуют выбирать все-таки горки, оборудованные для спуска на осанках и ватрушках. И проверенные специалистами. Например, в муниципальных парках областного центра. Частная организация на правах аренды берет в аренду горку, условно, или строит ее сама и эксплуатирует уже как коммерческий объект. Тут полностью, так сказать, ответственность лежит на этих вот устроителях этого аттракциона. Такое и может быть. Эксперты советуют выбирать для катания горки с небольшим уклоном. Чем выше склон, тем больше скорость. А значит, вероятность получить травмы увеличивается в разы. Также во время спуска нужно обязательно держаться за ватрушку. А при падении группироваться. Это позволит избежать серьезных травм. Ирина Начарова, Екатерина Старикова и Дмитрий Шаталов.